Переденство Мозорского нефтепроводящего завода по армрестлингу, которое 7 мая принимал Дворец культуры НПЗ. Один из самых представительных турниров по своему классу в круглогодичной спартакеаде коллектива физической культуры предприятия. У нас это пятый вид в нашей круглогодичной спартакеаде. Сегодня мы проводим перестазовод по армрестлингу. Ну как заявилось, 15 команд у нас из 19 возможных. В принципе у нас всегда был армрестлинг на высоком уровне, так как у нас есть и мастера спорта, и кандидаты мастера спорта. Но что сказать о самих соревнованиях? Ну интересно проходит. Люди смотрят, тем более в ДК мы уже третий год проводим здесь. Уровень соревнований подчеркивала судейская бригада, составленная из ведущих полейских мастеров армрестлинга. Ивана Веренича, Виктория Матисун и Александра Беляя. Чемпионат проходит, как обычно, до двух поражений. То есть участник, даже когда первый раз проиграл, имеет шанс еще раз отбороться. То есть не все потеряно. Чемпионатом, конечно, вернее первенством завода я доволен. Мы довольны. Уровень неплохой, но я уже не скажу, что он растет дальше. Он держится последние годы на одном уровне. Единственное, что было меньше народа в этом году посетило соревнования. Но это никак не отразилось на сильных. Сильные все участники пришли. Поэтому чемпионат первенства завода очень проходит на хорошем уровне. Как говорил Александр Николаевич, в финале единожды мог проиграть тот спортсмен, кто сразу вышел в финал без единого поражения. Из первой попытки первенство завоевали. Представитель пятого цеха Дмитрий Полуянов, Андрей Козил из топливно-каталитического производства и Денис Шаповалов, пятый цех. Соревнования прошли сегодня весьма красочно, насыщенно, так сказать. Были на уровне соперники все. Готовились тоже в штатном режиме. Все прошло как с аплодированием. Примечательно, что в категории до 100 килограммов победил Константин Черич, на предварительной стадии уступивший своему главному претенденту на первенство Александру Любченко, который, кстати, выиграл и чемпионат Мозорского района в этой весовой категории. А вот в финале Черич смог собраться силами и дважды, одолев конкурента, завоевать первое место. Еще один чемпион районного турнира был повержен соперникам в категории до 90 килограммов. Хотя он, Никита Лупашко, в финале победил в первый раз. Но в итоге победителем самого долгого противостояния соревнования стал Артем Шкала, представляющий, как и Константин Черич, пятый цех. Цех наш старается быть разнонаправленным. Не только в футбол, потому что работают ребята, занимающиеся различными видами спорта. А задачи только они сами перед собой ставят. Я уверен, что каждый из них выполнил задачу, которая у них не была. В командной борьбе, опередив на 25 очков бронзовых призеров команду топливно-каталитического производства, спортивная дружина пятого цеха заняла второе место. На балл выше – производство переработки тяжелых нефтяных остатков. Эту команду к победе вел ее лидер Евгений Валентинович Григорович. И символично, что решающей стала его победа в весовой категории свыше 100 килограммов. Причем в начале Евгений уступил Сергею Дееву из пятого цеха. А вот в финале дважды победа стала за Григоровичем. И как следствие за его командой. Получилось так, что я пошел по верхней сетке. Соперник достаточно сильный, по трагометрии, по рукам. Плюс хорошо занимается, тоже увлекается армрестингом. Но ввиду того, что турнирная таблица так построена, что... Решает жеребьевка. Можно выпасть на сильного соперника, можно пропустить схватку. Но в любом случае побеждает сильнейший. И вот здесь такая система, что до двух поражений. Поэтому даже проиграв, ты проходишь по нижней сетке и выходишь до двух поражений в финал. Примечательно, что Евгений Валентинович в абсолютном зачете одержал победу, уступив перенес на правую руку Александру Любченко из пятнадцатого цеха, выиграв тур на левую руку, кстати, в финале главного судью соревнования Альсана Николаевича Беляя. И в сумме, оставив позади Андрея Ворошкевича из топливно-каталитического производства, 18 очков, представители пятнадцатого цеха Александр Любченко, 28 баллов, с сорока двумя очками начальник производства переработки тяжелых нитиных остатков, Евгений Валентинович Григорович стал абсолютным чемпионом, то есть сильнейшим мастером армрестлинга, открытого акционерного общества, Музырский нефтепроватывающий завод.